Чем заняться на пенсии? На базе городской социальной службы работает программа бесплатного образования. В университет третьего возраста может поступить любой желающий. Обучение ведется по нескольким направлениям. Как провести время с пользой, расскажет Татьяна Расторгуева. Санью Карамову в университет третьего возраста привела подруга почти два года назад. На факультете декоративно-прикладного искусства женщину привлекла керамическая флористика. Простые по композиции техники изделия Санья выполняла в самом начале обучения. Теперь она мастер в более сложных интерьерных вещах. Санья признается, что университет для нее не только место получения новых знаний. Когда человек чем-то увлечен, чем-то занят, он имеет какое-то занятие, то и хандра, и депрессия, она не страшна. И сюда мы ходим с большим удовольствием, потому что здесь атмосфера очень доброжелательная. Мы обмениваемся не только творческими успехами, и какие-то личные проблемы здесь решаем и разрешаем. Программа бесплатного образования на базе городской социальной службы начала действовать 10 лет назад. С каждым годом популярность университета третьего возраста только росла. Оно и понятно. Здесь те, кому уже за 50 могут пройти обучение на нескольких факультетах. Культура и искусство, здоровье, правовые знания и информационные технологии. Сегодня только на факультете культуры и искусства обучается свыше 70 человек. Грустить участницам хора «Родные напевы» некогда. Они готовятся к очередному конкурсу. Но с такими вокальными данными и руководителям международного класса бояться нечего. Тем более, что подход к работе у музыкального руководителя свой. Так как у нас огромная разница с коллективом, мне 25, да, в коллективе люди есть, которым мы по 65, то моя задача — стереть эту грань. То есть веду свою работу так, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Они меня не чувствуют своим внуком. Правда? Заботятся в университете и о психоэмоциональном состоянии своих слушателей. Для желающих работает кабинет психологической разгрузки. Вообще можно проводить фронтальные занятия до 10 человек. Также и возможно проведение индивидуальных занятий. Допустим, когда человек не имеет такой возможности посещать с группой, а хочет индивидуально. По окончании курса каждый слушатель получает соответствующее свидетельство. Но на этом обучение не заканчивается. Многие остаются и получают знания на других факультетах, да и просто находят себе занятия по душе. Татьяна Расторгуева, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости.